Ребят, всем привет! Добро пожаловать на влог. Я сейчас приехала в центр города. Кстати, прикиньте, забыла часы. Я уже настолько привыкла к часам, что у меня вот это выработалось привычкой. Я теперь постоянно хочу смотреть на время. Ну, короче. Я приехала... Надо бегом, 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 бегом. Приехала на лазерную эпиляцию. У меня уже будет третья процедура. Третья процедура. Напомню, что я делаю бикини. Я не знаю, лучше с этой заколкой или без нее как лучше. Без заколки, наверное, даже лучше, да? Короче, я уже делаю третью процедуру. Надо избавляться от слова короче. Сейчас 13 градусов на улице, поэтому я в пиджачке, в джинсиках, но в сандалиях. Как я вам говорила уже на инстаграм, сандали я ношу до последнего. Когда уже прям совсем такой дубак не наступает, я все на шу сандали. Вот. Потом зайду в магазин велика. Ну, короче, посмотрим. Кстати, по поводу эпиляции. Мне очень нравится эффект. Я вот уже сделала две процедуры. Реально замечаю, что волос стало гораздо-гораздо меньше. Это круто. Ну, что, сделала я лазер. Сейчас пошел дождь. У меня нет зонта. Вот у вас тоже такая есть тема. Когда вы знаете, что будет дождь, но потенциально он может быть, его может не быть. Типа, знаете, как по прогнозу. И вы не берете зонд, дождь обязательно всегда пойдет. Но это такой закон подлости. И когда вы берете зонд, никакого дождя, блин. Ну, ладно, я надеюсь, что он сейчас не особо сильно пойдет, потому что пока что моросящий. Сейчас пойду в великофишу. В общем, мне приглянулись там одни штанишки. Я вначале думаю, ну куда мне, ну куда мне. А потом подумала, у меня нет таких как раз классических черных штанов. У меня есть леггинсы, у меня есть черный джинс. А именно вот штанов нет. Вот эта улица Чака, до сих пор все перекопано. Это уже целое лето у нас. Ремонтные работы идут, они все никак не могут закончиться. Ну, надеюсь, что скоро это все наконец-то придет к своему логическому завершению. Потому что уже надоело. Ну, ладно. Здесь вот у нас шикарная такая площадка в центре. И мы раньше жили вот в том доме. Когда я забеременела и до какого? До четвертого, до пятого месяца беременности жила там. Потом там стало дико жарко, и я переехала жить к маме на какое-то время. Конечно, эта площадка крута, но когда мы жили в том доме, постоянно слышали крики, ор. Тут часто какие-то мероприятия устраивают. из серии с музыкой, с ведущими. И это, честно говоря, действовало на нервы. С тех пор я немножечко так возненавидела. Ну, может быть, это слишком сильное, громкое слово возненавидела. Но мне совершенно перестало нравиться жить в центре города. Раньше мечтала, думала, что это очень круто. Но сейчас поняла, что это не мое. А вы где живете, кстати, в центре или в спальных районах? Надела сегодня каблуки, потому что была у меня такая мысль, но здравое видение все-таки победило. Потому что если бы я пошла на своих красных шпильках, помните, покупала недавно, вам показывала из секонд-хенда офигенски, я бы здесь просто не прошла. Ну, прошла бы, но, конечно, туфлям была бы хана. Так, ну, пришла я в велика. Почему-то звук у этого конкретного ролика не записался. Померила я эти штанишки. И если вы подписаны на мой инстаграм, то вы уже знаете, что, конечно же, я их купила много. Спрашивайте меня также на инстаграм, откуда, откуда, откуда эти штаны. И в прошлом видео, кстати, в предыдущем видео с примеркой верхней одежды от Mango, я как раз-таки была в этих штанах со стрелкой. Они нереально удобны. На резиночке это такой, как бы, вроде бы и классический вариант черных брюк, но немножечко осовремененный. Потому что на резинке очень удобно. Я их сейчас ношу постоянно. Мне вообще не хочется из них вылезать. И они, знаете, такие впервые в мир, они подо все подходят. И под классический образ, и под пиджак, и под спортивный образ. Ну, короче, они очень крутые, стройнят фигуру. Так что, если вы в поисках чего-то подобного, то обязательно обратите внимание на эти штаны-велики. Сейчас покажу вам, как смотрится с пиджачком. Ну вот, смотрите, да, просто с пиджачком. И уже сразу такой получается более деловой образ. Очень круто. Так что заходите, ребят, на Чака. Скоро будет новая коллекция осенняя. И, ну, заходите на сайт, если вы не из Латвии, потому что доставка по всему миру. Я вам хочу показать новиночки. Здесь появилось нижнее белье. Посмотрите, какое красивое. Смотрите, какое красивое кружевное. Просто. Шикарное. И к нему идут вот такие вот. Такой вот низ. Мне кажется, выглядит просто супер. Не забывайте, что это все наше эксклюзивное латвийское производство. Наш латвийский дизайн. Такого бы нигде не найдете больше. Смотрите, какие красивые здесь есть бюстгальтеры. Какое нежное кружево. Какое кружево. Какое нежное кружево. И здесь мне вот очень понравился вот такой вот бюстгальтер. Тоже они все такие пикантные. Полупрозрачные. Это круто. Очень такой, знаете, ну, секси образ. Что тут? Какими-то словами это можно еще описать. Вот такие трусики. С такими бархатными вставками. Сзади на сеточке. Стринги. И мне очень понравились еще вот такие вот. Наверное, Brazilian Brief. Наверное, такой дизайн. С такими вот классными тоже, как с кружевом по бокам. Очень легкие, воздушные. И дальше есть белого цвета. Я сама это вижу в первый раз. Вот буквально зашла и увидела эту красоту. Белого цвета тоже. Посмотрите, какие нежные. Какое кружево. Сразу видно, что кружево очень хорошего качества. И вот такой вот тоже очень красивый. Вроде как полукорсет. Сзади, посмотрите, какие завязочки. Ой, какая красота. Так что, если вы хотите порадовать себя, любимую, или своего мужчину, то имейте в виду. Очень красивый комплект вы с этими. Как бы в горошек, но он такой. Ну да, что-то типа того. Шикардос. Посмотрите, какой классный. Это последний, да, остался? Ну, в принципе, можно сделать на заказ. Какие крутые у него бретельки. Такие прям с акцентом. Сейчас даже модно, что нижнее белье, если раньше считалось, что оно выступает, это некрасиво. Сейчас даже специально делают такой дизайн, когда нижнее белье выступает из одежды. Это такой стиль. Очень круто. И воздушное кружево. Смотрите, какие трусики. Это тоже стринги. Смотрите, как комплект вообще. Мне так нравятся вот эти вот детали. Вот эти вот вставки металлические. Немножко и дерзко, и романтично одновременно. Слушайте, вообще шикардос. Шикардос. Надо мужа порадовать, короче, будет. Это точно улетит, как горячий лот сразу. Такое вот оверсайз пальто. В прошлый раз, год назад я обмерила подобное. Очень многим они понравились. Сейчас оверсайз это самое-самое. Ну, вообще он не уходит. Вы знаете, что он не уходит. Из моды уже много сезонов. И вообще вряд ли когда-то уйдет. Смотрите, какой объемный воротник красивый. Придает просто обычному, казалось бы, пуховику. Такой нестандартный. И даже, можно сказать, гламурный стиль. И то, что подкладка другого цвета, она такая золотистая. Ну, выглядит круто. Выглядит стильно, и он очень теплый. На осень, на зиму вообще шикарно. И очень легкий, но вообще невесомый. Он кажется, что он такой громоздкий, но он реально невесомый. Ребят, смотрите, померяем. Такое вот платье бархатное. С кружевом. Босиком я, ну, тут можно, в принципе, велика или специально туфли. Потому что, конечно, с моими спортивными босоножками оно как бы не особо гармонирует. Платье 38-го размера. Регулируемые лямки. Очень красивое. Оно, в принципе, неимоверно шикарное. И оно удобное. То есть оно нигде тебя, нигде, ни в чем не сковывает. Супер. Пошел дождь еще сильнее. Я купила штаны. К сожалению, бумажный пакетик немножко сморщился из-за дождя. Но ничего страшного. Сейчас пойду поем The Beginnings. Потому что я уже очень-очень золотная. Так, ну что, пришла я в The Beginnings. И беру, как обычно, одно и то же. Огречный суп. Рафаэлла. Которая с сухофруктами, финиками. Такая полезная рафаэлка. И на второе кинуа. Болл кинуа. Который содержит в себе очень много вкусностей и полезностей. В общем, да. Очень люблю я здесь обедать. И заказываю, как правило, всегда одно и то же. Потому что я точно знаю, что мне это нравится. Что я это с удовольствием съем. Что у меня не будет потом никаких неприятных ощущений. И напишите, кстати, вы тоже так же. Когда ходите куда-то в кафе, вы заказываете то, что вы уже знаете и любите. Или все-таки предпочитаете попробовать что-то новенькое. Заказать то, что вы еще не пробовали. И тем самым, конечно же, поэкспериментировать и узнать побольше блюд. Но я вот сейчас вот ем это кинуа болл. В принципе, крупа кинуа считается очень полезной. Также смотрите, сколько там много разных овощей. Авокадо, помидорки, перцы. Ну, видите, что тарелочка сметена подчистую. И сейчас ем это полезная рафаэлка. И пойду дальше. Дальше решила зайти в торговый центр. Зашла в H&M. Хочу вам показать такие бетловочки, которые являются неотъемлемой частью моего базового гардероба за 15 евро. Посмотрите, они представлены в разных цветах. Вон там и синие, и горчичные, и белые, и серые, и черные в полоску есть. Вот. Мне понравился такой приглушенно-пудро-розовый цвет. Я решила примерить, потому что такие бетловочки, они прекрасно подходят на осень под пиджак, под куртку надеть. И очень стильно выглядят. Дальше присмотрела шапки. И, кстати, для меня выбор шапки, я не знаю, как для вас, но для меня это может быть целой проблемой. Потому что если шапка слишком туго сидит у меня на голове, то через какое-то время у меня начинаются ужасные головные боли. Поэтому для меня выбор шапки – это дело серьезное. Я померила вот такую вот классную шапочку в кремовом цвете. Она очень-очень мягкая оказалась. Стоит такая шапочка 8 евро. И видите, они написаны one size. То есть тут не угадаешь. One size – он и есть. One size – это значит, что шапка в одном размере. И тут просто нужно мерить. Поэтому шапки я никогда не покупаю онлайн. Мне необходимо померить, примерить, посмотреть. Вот такая вот черная базовая за 5 евро. В принципе, есть также белые шапочки. Но мне очень понравилась именно кремовая. Оно – это я померила такую лиловую. Сейчас, кстати, этот цвет перерождает. В 2000-х этот цвет был бомбовый, просто топовый. Я помню, все мы ходили в таких каких-то сиреневых одеждах. Но сейчас, конечно, я уже немножко по-другому смотрю на этот цвет. Он все-таки не такой базовый, как серый, коричневый, белый. Эта шапка белая с надписью, с буквой Y мне была слишком тугой. Поэтому я ее, конечно же, отметаю сразу. И вот мне понравилась еще такая серенькая. Потому что тоже она базовая. И я в последнее время, я не знаю, то ли это после родов у меня так случилось, то ли что, я начинаю мерзнуть. У меня мерзнут уши, мерзнет голова. Поэтому, начиная вот примерно с температуры 10 градусов, мне необходимо носить шапку. Также есть такая шапочка приглушенную, ну, в таком достаточно нюдовом оттенке. Немножечко розоватый, но мне она не очень понравилась. Именно как на мне выглядит. Но, в принципе, этот цвет тоже можно отнести к цвету базового гардероба. Так что присмотритесь, если вы в поисках каких-нибудь таких простых, однотонных базовых шапок. Тут примерила с шарфом. У меня, кстати, есть подобный шарф из H&M, тоже серого цвета. И с серой шапочкой сочетается очень и очень прикольно. Решила примерить вот эту пудрово-розовую бетловочку за 15 евро. Но мне она на вешалке понравилась гораздо больше, нежели на себе. Но, сейчас смотрю на камеру, вроде выглядит неплохо. Но, опять-таки, я уже вам в предыдущем видео говорила. Кстати, если вы не смотрели, посмотрите. Верхняя одежда на осень и зиму из магазина Mango. Вещи на камере и в реальной жизни нередко могут отличаться. Вот, ну, показываю вам, в принципе, как подобные бетловочки выглядят с пиджаком. И мне очень и очень нравится. Если бы она была белая или серая, или даже черная, было бы очень круто. В общем, бетловочку брать не буду. Но посмотрите, какой я отхватила ремень на скидках. С 20 евро этот ремень уценили до 4. И он оставался последний. Взяла я его в разделе, где висят аксессуары на скидках. Размер S. И это ремень на талию. Конечно, он в идеале будет очень круто смотреться. Либо с платьем, либо с оверсайз свитером. Такой, знаете, грубой вязки, крупной вязки. Потому что именно вот с такими изделиями пояса такого толка смотрятся очень круто. Просто для наглядности решила вам показать, как этот пояс смотрится, допустим, с длинным кардиганом. Который вы можете надевать на запах. Ну, мне кажется, за 4 евро такой пояс просто грех не взять. В итоге в H&M я купила этот пояс за 4 евро и две шапки. Одну серую, другую кремовую. И сейчас зашла в магазин обуви. Смотрите. Обувь на скидке. Вот такая вот. Такие стильные, кожаные. Это магазин ST. Очень стильные. 39 размер. Но они такие. Они будут в прошлом и на будущий сезон хорошо смотреть. Такие брутальные. Как раз, как я люблю. Будут и с юбками, и с джинсами круто смотреться. Универсальная модель. Как громоздкую подошву. Ну, стильные, стильные. Так, ну что, пока я тут ходила, бродила по магазинам. Тождь уже закончился. Погода, кстати, я люблю такую погоду. Свежесть после дождя. Это очень круто. Короче, купила я обувь. Вот эти вот белые. С черным сандалем. Сейчас, подождите. Обувь. В итоге думала, что ничего не купила. А купила что-то. Шапки. Но с шапками, вы уже поняли. У нас реально такая тема, что вот в начале сезона реально все нормально раскупается. Такое чувство, когда начинается зима, все. Уже какой-то остается один отстой. Извините меня за выражение. В общем, ладно. Я надеюсь, что вам понравилось это видео. Совершенно не планировала делать его шопинг-влогом. Вот реально. Не планировала. Но, как обычно, засосала, затянула. Но многие из вас мне пишут в инстаграм-директ, что я вам наталкивалась на мысль. Помогаю разобраться со стилем. Показываю какие-то, может быть, интересные вещи, как их можно интересно, нестандартно совмещать. Именно для тех людей, кому эти видео интересны, я и делаю, собственно говоря, такого рода видео. Спасибо большое, что посмотрели. Я надеюсь, что вам понравилось. Не забывайте, что если вы хотите приобрести что-то в магазине Велика Афишл, то проходите внизу. В описании к видео будут ссылочки на их веб-сайт, на их инстаграм. Покупайте. Пользуйтесь моим промокодом Зеленцанна, который дает вам 15% на всю продукцию и доставка по всему миру. Не только по Латвии, по всему миру. Подписывайтесь на мой инстаграм, точно такой же инстаграм, Зеленцанна. И мы с вами увидимся очень скоро. Я вам хочу пожелать всего самого хорошего, крепкого здоровья вам и вашим близким. И да, мы увидимся с вами очень скоро в следующих видео. Пока!